72-летний Миша Казарян был госпитализирован с подозрением на коронавирус в середине марта. Тесты доктора физико-математических наук показали положительный результат на COVID-19. Вместе с физиком в больницу в Коммунарке попала его 69-летняя жена, врач-гинеколог Арпика Сратян. Супруги не выезжали в последнее время за границу. Они также не имели контактов с зараженными. Однако у женщины также подтвердили коронавирус. К несчастью, медикам не удалось спасти Асратян. Она скончалась через несколько дней после госпитализации. Все это время врачи в медицинском центре Новомосковский боролись за жизнь Мишика Айрозатовича. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У мужчины развилась двусторонняя пневмония. Лауреат государственной премии СССР в области науки скончался вчера вечером, сообщает МК. Ученый пережил свою жену на две недели. Мишик Казарян, советский и российский физик. Широкую известность в научном мире получил после создания самого яркого импульсно-периодического лазера для видимой области спектра. Он также являлся иностранным членом Национальной академии наук Республики Армения. В России зафиксировано 6343 случая заражения коронавирусом. 47 человек скончались, а 406 удалось победить болезнь. Владимир Путин ввел режим самоизоляции до 30 апреля в рамках мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Надежда Бабкина была госпитализирована с подозрением на COVID-19. Артистку ввели в искусственную комму для эффективности лечения. В России начали платно тестировать всех желающих на наличие уханьского вируса. Стоимость услуги составила около 2000 рублей для жителей Москвы и Подмосковья. Испания сообщила о снижении смертности от коронавируса. Президент США Дональд Трамп заявил о скором завершении пандемии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова